МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире телеканала Санкт-Петербург новости. Меня зовут Виктория Дёмина. Здравствуйте. Главное к этому часу. За победу поступления в ВУЗ без экзаменов на финал Всероссийской Олимпиады в Петербург приехали почти 400 юных любителей физики. Прямая трансляция с участков и 136 наблюдателей. До выбора муниципальных депутатов в трех районах города завершатся через два часа. Разводить самов, выращивать клубнику или собирать мед. Участники съезда фермеров рассказали, как заработать на подсобных хозяйствах. Предварительные итоги голосования на дополнительных выборах муниципальных депутатов станут известны завтра утром. А сегодня меньше, чем через полчаса в 18.30. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин расскажет в избиркоме, как проходил день голосования. Всего в городе работают 19 избирательных участков. Они открылись в 8 часов утра и закроются в 8 вечера. На участках, где это разрешено законом, организована прямая трансляция. За прозрачностью выборов следят 136 наблюдателей. Большинство участков оснащены электронными урнами. Это так называемые КАИБы, которые, как говорят специалисты, значительно упрощают подсчет голосов. Напомню, сегодня выбирают муниципальных депутатов в Красном селе, поселке Пантонном и в Южно-Приморском округе. Явка на 15 часов составила более 2,5 тысяч человек. В Белом зале Политехнического университета сегодня состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Ученики 9-11 классов из 60 регионов страны съехались в эти дни в Петербург. Уже завтра школьников ждет первый экспериментальный тур. Затем конкурсанты будут состязаться в знании теории. Итоги олимпиады подведут 15 апреля. С приветственным словом к участникам обратилась вице-губернатор города Ирина Потехина. Основная задача, которая сегодня стоит перед страной, это технологический суверенитет. А это инженеры, это конструкторы, это исследователи. То есть это все физика. Я хочу вам пожелать замахиваться подальше. Вот не только на эту сегодняшнюю победу. Это пятая по счету олимпиада, которая проходит в Санкт-Петербурге. Здесь все пропитано духом, историей. И, наверное, те аудитории, в которые вы будете попадать, поточная аудитория, физика, да, когда где-то присаживаешься, думаешь о том, что здесь сидели великие люди. Кроме олимпиадных заданий, гостей ждут экскурсии по достопримечательностям Петербурга. Победители соревнований по физике смогут поступить в любые вузы России без экзаменов. Лучшие из лучших попадут в сборную, которая представит страну на международных олимпиадах. Добавлю, накануне в северной столице стартовала неделя физики гостей. Приветствовал губернатор Александр Беглов. Открыла программу лекция президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Ароматный мед, домашний сыр, вкуснейшая рыба, нежнейшее мясо. Что только не научились производить наши фермеры. Огромный ассортимент качественной сельхозпродукции из области города представили на шестом фермерском съезде. Он проходил в Петербурге. Обсудили эксперты на встрече и как развиваться в этом бизнесе. Спойлер, универсальных рецептов нет. Почему желто-сине-зеленое мясо птицы – это не только вкусно, но и полезно. И как содержать рыбу, способную проползти по суше 2 километра. В материале Александра Буренина. Евгений больше не просыпается по будильнику. Три года назад, во время пандемии, он бросил привычную жизнь и уехал за город. Вложил накопленные средства в собственное хозяйство и стал фермером. Нет, я себя фермером не называю. Я себя называю, наверное, менеджером по организации бизнеса птицеводства. Теперь он главный по корнишонам и речь вовсе не об огурцах. Так называют совсем маленьких цыплят. Разведение полностью автоматизировано с помощью компьютера в специальной камере. Регулируется необходимая температура, количество кормления и периодичность подачи питьевой воды. Помимо этого, выращивается здесь и курица, а главный деликатес – это цесарка, горная куропатка, гипоаллергенное мясо. Правда, многих вначале пугает его цвет. Думают, им пытаются продать фальсификат. Она такая разноцветная – и желтая, и зеленая, и синяя, и красная. Такая очительная особенность. Я думал, что испортилось. Позвонил знакомому фермеру, он говорит, нет, это такое мясо есть. Любое подобное хозяйство не подразумевает большого штата сотрудников. Иначе просто ничего не заработаешь. Поэтому владелица рыбной фермы и сама часто кормит сама. Римма Петрова рассказывает, самое главное было все по науке построить. Даже к немцам обращались. Вся вода идет по трубам, после чего через фильтр со специальными добавками. Капельками стекает в поддоны и оттуда уже в аквариумы. Замена каждые полчаса. И главное следить за чистотой воды и поддерживать температуру 25-27 градусов. Если 20 градусов, они уже перестают кушать. 15 градусов ложатся на дно. И в 10 градусов они засыпают в течение 6-8 часов. Кларивый сом – уникальная рыба. Она живет стаями и имеет вожака. Их нужно часто пересаживать, чтобы в бочке не разгорелась борьба за власть. Этот сом уникален тем, что у него есть легкие. Он может жить без воды примерно трое суток и даже двигаться по суше в сторону воды около двух километров. Ученые объясняют это очень просто. Э-во-лю-ци-я. Ну то есть примерно лет через 500, а может быть 800, эта рыба в итоге перестанет быть рыбой и останется жить на суше. Фермеры рассказывают, есть различные этапы государственной поддержки. Частично возмещают стоимость корма, стоимость коммунальных услуг. Есть и просто грантовые проекты, но требуется для этого очень много бумаг. Кстати, специалисты уверены, в первую очередь важно учить культуре бренда. Ведь многие приходят продавать просто вкусное мясо или молоко. А нужно уметь убедить в этом других и заставить тебя запомнить не только вкусом, но и антуражем. Александр Буренин, Тимур Юнусов, Михаил Труфанов и Дмитрий Недадаев. Телеканал Санкт-Петербург. На портале и в мобильном приложении единой карты петербуржца продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. За последний год рынок товаров заметно изменился за счет ухода из России многих импортных компаний. Освободившуюся нишу активно занимают российские производители. Сейчас горожан спрашивают об импортозамещении. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности единой карты петербуржца. Молодежный театр на Фонтанке понес с утра тунистала актера Вадима Волкова, который скоропостижно скончался накануне. Он родился в Ленинграде. В 1982 году поступил на курс Игоря Владимирова. Отслужив в армии, продолжил учебу в мастерской Ларисы Малеванной. После окончания «Лгитмика» Вадим Волков пришел в театр «Балтийский дом», но через несколько лет перешел в труппу Семена Спивака. Вспоминая Вадима Волкова и говоря о его преданности театру и профессии, художественный руководитель отметил, что работая над ролью актер, каждый раз пропускал образ через свое индивидуальное восприятие, но всегда четко следовал задачи, поставленной режиссером. Он рождал роли тяжело, но потом они выходили замечательными. Наверное, потому что он не мог внутри соврать себе ни на секунду. У него в театре есть по-настоящему очень большие работы. Вадим Волков был известен зрителям и по многочисленным работам в кино и на телевидении. На будущий год коллектив планировал отмечать его 60-летие. В молодежном театре на Фонтанке в память об актере останутся записи спектаклей с его участием. На территории водоканала в Репино выхаживают тюлененка, которого на дамбе нашли неравнодушные жители. Когда питомца доставили в Центр спасения, он весил всего 15 килограммов. Хотя к такому возрасту должен был набрать как минимум 40, говорят специалисты. Ведь только с такой массой тела он не замерзнет в холодной воде и может научиться охотиться на рыбу. Сотрудники фонда друзей Балтийской Нерпы напоминают, что именно весной чаще всего находят детенышей ластоногих. Важно не пытаться им самостоятельно помочь, подчеркивают специалисты. В таких случаях необходимо звонить по телефону, который вы видите на экране. Сегодня погода преподнесла петербуржцам настоящий воскресный сюрприз. Тепло и без осадков. В городе с самого утра светит солнце. Температура воздуха 11-13 градусов выше нуля. Безоблачно и сухо будет почти всю следующую неделю. Максимальный плюс, по словам синоптиков, в среду и четверг до 17 градусов осадков не ожидается. Такая устойчивая погода позволила открыть сезон навигации. Он стартует этой ночью и начинается разводка мостов. Их подготовке уделили особое внимание. Специалисты отрегулировали механизмы каждой разводной переправы. Как ранее подчеркнул губернатор Александр Беглов, главная задача обеспечить техническую справность всех инженерных сооружений. К этой минуте это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше новостей на нашем официальном сайте tvspb.ru. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok